Новости в студии Анастасия Борисова Новости в студии Анастасия Борисова Ранее регистрация брака проводилась только в присутствии молодоженов. Не пускали даже родных, фотографов и видеографов. Теперь же на церемонию можно прийти родителям и близким родственникам. Правда, на церемонию допускается не больше 10 человек, включая сотрудника ЗАГСа и молодоженов. У всех должны быть защитные маски на лице. Также рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. Капитальный ремонт Шипуновской детской школы искусств практически завершен. Работы проходят в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Стоимость больше 23 миллионов рублей. Ремонт начался в 2019 году. Год, когда этому зданию, зданию Шипуновской детской школы искусств исполнилось 40 лет. Ну и за все 40 лет, к сожалению, здание не ремонтировалось и подошло такое время, когда ну просто уже нельзя было заниматься в этом здании. Хотя у нас очень замечательное здание. Оно построено именно для детской школы искусств, где комфортно было заниматься и музыкантам, и хореографам, и художникам. Одной из главных проблем школы искусств было отопление. Порою детям приходилось сидеть в холодных кабинетах. Теперь же в здании новые батареи и трубы. Можно с комфортом заниматься музыкой, изобразительным искусством и танцами. Кстати, хореографический класс также отремонтирован. Там появились раздевалки для юных танцоров. Теперь у каждого ребенка будет отдельная кабинка. Сейчас все преподаватели школы искусств готовятся к приему детей и началу нового учебного года. И к другим темам. Горный, таежный, кедровый. На традиционной ярмарке меда на площади Сахарова можно приобрести натуральный мед, который готовят пчеловоды из разных районов края. Как выживает медовый бизнес в условиях пандемии в сюжете Софьи Житиной. Сбыть и добыть мед в этом году для пасечников целый квест. Из-за засухи сократился объем, который получили пчеловоды. К примеру, доника в этом году собрали 700 килограммов, а в прошлом больше двух тонн. Высокогорного меда в прошлом году было порядка 6 тонн, в этом году тонна. Владельцы пасек совсем не надеялись, что ярмарка состоится в этом году. Многие пчеловоды и вовсе ее пропустили. Кто-то сдал мед оптовикам, кто-то не смог быстро собрать документы для ветеринарной службы. И многие пчеловоды, просто не надеясь на то, что будет ярмарка, за счет того, что меда мало, то есть надо хотя бы успеть оптом сдать то, что есть. Потому что уже в сентябре мед не будет пользоваться таким спросом, когда он там закристаллизуется. Тем временем пчеловоды представляют десятки видов меда. Это и привычные для нашего региона луговой, таежный, горный, а также тот, который собран с уникальных краснокнижных растений региона, наиболее ценный по вкусовым и целебным свойствам. К примеру, мед из левзеи. Давайте я вас угощу, чтобы вы уже представляли. Давайте. У него достаточно мягкий вкус, да? Да, он очень интересный. Он раскрывается, вот как хорошее вино или духи. Он имеет необыкновенный шлейф и послевкусие, да, то есть не просто сладость, он раскрывается. Многие клиенты его любят за то, что он долго кристаллизуется. Цены на мед совсем не кусаются. Продавцы их не повышают, а даже уступают в стоимости. К примеру, такого вида, как эспортцет, в этом году накачали достаточно. Поэтому и цена на него по сравнению с прошлым годом ниже на 100 рублей. Мне кажется, на ярмарках, наверное, ну как, свежий продают мед. Я не верю, например, в магазинах, которые продают. Считаю, что там, ну какой-то он не такой. А на ярмарках, наверное, люди стараются. Мед свежий, вкусный, этого года. Сейчас пока людей мало, но после официального открытия мы надеемся на то, что народ все-таки пойдет. Потому что мед нужно кушать для поддержания иммунитета, он прибавляет иммунитет, и чтобы не болеть. В управлении по пищевой промышленности края отметили, что ярмарка организована с учетом всех требований Роспотребнадзора. Покупатели могут воспользоваться бесплатными защитными масками и антисептиками. Другие продовольственные праздники края состоятся только в следующем году. Софья Житина, Анатолий Фукс, Новости. И на этом все. Хорошего дня!